Великой Отечественной войны Валентина Ивановна Юдаева главная запевала. Когда началась война, ей было 7 лет. Наравне с мамой, заместителем председателя колхоза, выполняла сложную работу. Собирала всех своих друзей и по наряду, что давала мама, мы все дети выполняли. Мы собирали зерно и охраняли, и колотки собирали, и скот пасли. Что могли, то помогали. Чтобы ветераны могли полноценно насладиться поездкой, за комфортом и безопасностью почетных туристов следят около 100 человек экипажа. Говорят, обеспечить незабываемое путешествие тем, кто подарил нам мир, главная задача. Суда нашего проекта имеют хорошие ходовые качества. То есть скорость в стоячей воде у нас 26 км в час. Довольно-таки большие порывы ветра были. То есть, естественно, это влияет на маневренность судна, на движение. Ну, здесь у нас всегда квалифицированная вахта. Это всегда два человека в рубке. То есть, это штурман и рулевой. Если где-то дополнительные бывают сложности, всегда вызывают в рубку меня. То есть, я подключаюсь, и мы уже два судоводителя идем. Конечным пунктом круиза стал город-герой Волгоград. Для ветеранов Мамаев-Курган – место священное. Здесь, на вершине, покоятся около 35 тысяч советских солдат, беззаветно оборонявших город. Это сейчас здесь красивейший архитектурный ансамбль. А 72 года назад на этой земле велись ожесточенные бои. Каждый метр пропитан кровью советских солдат. Благодаря их подвигу исход войны решился здесь, на Сталинградской земле, когда после коренного перелома стратегическая инициатива перешла к советским войскам. На 200 дней живописный город на Волге превратился в боевой плацдарм. Один из самых славных и вместе с тем кровавых эпизодов нашей истории. Наступление на Сталинград началось 17 июля 42-го. Тогда весь мир затаил дыхание, ожидая исхода сражений. Битва под девизом «Ни шагу назад» положила начало изгнанию фашистов с советской земли. Когда закончилось окружение, мы стали очень уверены, что в ближайшее время окончится война. Сражения, которые голубы на полях сражений Сталинграда, они являются главными победителями во время Великой Отечественной войны. И они позволили нам 70 лет праздновать этот День Победы и жить в мирных условиях. Сергея Сергеевича Алехина, родина-мать, позвала в бой, когда ему не было и 18-ти. Вспоминает, Мамаев курган, по которому сегодня прогуливаются восторженные туристы, в годы войны звался высотой 102 и чуть ли не каждый день переходил из рук в руки. Многие его товарищи навсегда остались здесь. Взял землицы кусочек для того, чтобы она была со мной, потому что здесь столько жизней моих товарищей, с которыми я был, погибли. Но, тем не менее, немецко-фашистским войскам не удалось сломить сопротивление. На кургане самарские туристы возложили цветы к вечному огню и, отправляясь в обратный путь, почтили память павших под Сталинградом. Долго провожая взглядом уплывающую вдаль родину мать, почетные туристы взяли курс на Самару. На обратном пути ветераны посетили город Саратов, который в годы войны был прифронтовым. Свой крах под Сталинградом немцы связывали именно с саратовской поддержкой. Между двумя населенными пунктами, по аналогии с Ленинградом, пролегала дорога жизни, по которой шло сообщение с осажденным городом. В память о саратовцах, ушедших на фронт, в Парке Победы в 80-е возвели памятник журавли. На территории мемориального комплекса, площадью 80 гектаров, музей под открытым небом, где все экспонаты не макеты, а машины, прошедшие войну. К журавлям самарские ветераны поднимались по лестнице, на которой отмечены места, где велись самые важные сражения. Владимир Николаевич Квартальнов впервые смотрит на саратов с высоты птичьего полета. Война отняла у него детство. В 41-м ему было 5 лет. Тогда же потерял отца. В августе он погиб на фронте. Он отбыл на фронт и под орлом погиб. Ну, бои тяжелые были, отступление, враг напирал. Ну, несколько писем с фронта мы получили все-таки. О чем были эти письма? Ну, письма о боях. Ну, письма были бодрые. Значит, он поддерживал. На саратовской земле ветераны отдали дань памяти павшим воинам и возложили к вечному огню цветы. Когда закончилась экскурсионная программа, вечером на теплоходе защитников Отечества ждал галоконцерт с участием самих туристов, к которому ветераны готовились весь круиз. В конце артисты получили памятные подарки. Когда теплоход причалил к Самарским берегам, организаторы сообщили, поездка прошла на высшем уровне и ничто не омрачило пятидневное путешествие. Мы боялись ветеранов, потому что возраст, особенно на этом теплоходе, у нас исключительно ветераны Великой Отечественной войны, труженьки тыла. То есть возраст не моложе 45-го года, поэтому боялись, честно говоря, боялись, переживали. Врачей было достаточно, но все хорошо, все хорошо, самое главное, все здоровы, всех вернули в здравие. Сами ветераны круизом остались довольны. Выходя на берег, не могли сдерживать эмоций. Очень трогательные, можно выразить такие чувства, что неужели так могло нас встретить, Сталинград или Волгоград нас. Очень хорошая поездка. Это останется на всю последнюю жизнь, которая осталась. Отличные впечатления. Как прекрасен этот мир. Следующий теплоход с ветеранами отправится в рейс в июне. На этот раз участники боевых действий, труженики тыла и дети фронта пойдут по Волге вверх до Перми.